Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». И в гостях нашей студии директора Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Сильвановская Светлана Юрьевна, а также я, ее ведущий, Рустам Вафин и журналист Альберт Бигбов. Сегодня мы встречаемся накануне старта приемной кампании в ВУЗе, в том числе в ваш институт, Институт экологии и природопользования университета, и поговорим мы на тему «Цена и ценности образования в вашем институте». Разговор будет начинаться с тех вопросов, которые интересуют родителей, школьников, которые планируют свое послешкольное будущее, а также мы поговорим о философии экологии, о том, что это такое экология, как она влияет на нашу жизнь и как ее изучение важно. И некоторые спорные вещи, которые будут в процессе нашего разговора возникать, они добавят, я думаю, перец и соль в наше сегодняшнее общение. И первый вопрос, который хотел бы вам задать. Я предлагаю пробежаться по основным направлениям, которые есть в вашем институте и специализациям. И в процессе мы будем выяснять, в чем их фишки, в чем их изюминка, какие есть особенности этих направлений. Предлагаю с этого начать. Спасибо большое. Я вообще хотела бы сказать, что наш институт по срокам создания является одним из самых молодых. Примерно так же, как достаточно молода на фоне физики, химии, астрономии, наука и экологии. Мы в этом году будем отмечать 50 лет с момента создания первой в Советском Союзе кафедры охраны природы, на которой создался 30 лет назад экологический факультет, преемниками которого мы сейчас являемся. Хотя мы сейчас уже не только экологи. То есть в нашем институте мы готовим специалистов, способных решать вопросы окружающей среды. Любые вопросы, которые возникают, это вопросы, связанные с метеорологией, с загрязнением воздуха. Это вопросы, связанные с пространственным распределением каких-то событий. Это вопросы, связанные с почвенным плодородием. Это вопросы классические, экологические и так далее. И готовим мы специалистов, как раз, которые способны решать эти вопросы в нескольких направлениях. Но прежде чем я перечислю эти направления, я хотела бы вам сказать вот о чем. Вы знаете, что в 2010 году университет начал претерпевать различные трансформации в связи с тем, что мы стали большим, федеральным и так далее. И какое-то время решался вопрос о судьбе нашего института. Будет ли он присоединен? Мы, на самом деле, наш институт не очень большой, как по численности студентов, так и по численности преподавателей. И решением ректората после длительных обсуждений было решено, что проблемы окружающей среды, они настолько важны, и специалисты, которые могут работать в этих областях, настолько нужны обществу, что было решено оставить отдельным, достаточно маленьким, но отдельным институтом, институт экологии и природопользования. Итак, конечно, в первую очередь, уже судя по названию, мы готовим специалистов-экологов, экологов-природопользователей. Поэтому у нас есть направление, которое так и называется, экология-природопользование. Количество бюджетных мест на это направление 50. Поверьте, это очень много. С одной стороны, это говорит о том, что как бы ребятам будет легче поступить, с другой стороны, это... Востребованность. Вот, да, я хотела сказать, это государственный заказ, и государство тем самым подтверждает, насколько нужны ему эти специалисты. Экзамены, которые вы должны сдать ЕГЭ для того, чтобы поступить, они все есть, я не буду, наверное, даже перечислять, ну, русский, математика, профиль, география. Все экзамены по всем направлениям, они находятся на сайте университета, вы можете посмотреть. Там же на сайте вы можете посмотреть и стоимость контрактного обучения. Я могу сказать, что по прошлому году магистратура составлял, бакалавриат составлял около... был 136 тысяч, в этом году будет, может быть, чуть-чуть на процент инфляции дороже. Мы набираем и контрактных студентов. Мы на 50 бюджетных мест, как правило, набираем там 20-30 контрактных студентов. То есть у них немножко пониже балл, они не проходят по конкурсу, но они хотят учиться, и они... мы с удовольствием будем их учить. Это и есть тенденция по увеличению контрактных мест? Год от года по-разному. То есть у нас примерно одинаковое количество контрактников бывает. Я не знаю, с чем это, в общем, как бы связано. Ну, нет у нас такого, что там резко увеличивается количество контрактных, там вот какой-то тренд есть или наоборот снижается. Ну, примерно одинаково. Светлана Юрьевна, а это дорого, 136 тысяч? Вы знаете, как? Я вот себе, когда готовилась, вот как раз вот здесь, не дадите мне соврать, 136 тысяч разделила на 12, это количество месяцев. Это получается порядка 11-12 тысяч в месяц. Ну, то есть если платить ежемесячно. Как сказать, много это или мало? Это, конечно, зависит от дохода семьи. Если мама и папа работают, то это недорого. Ну, то есть 10-12 тысяч – это не смертельная сумма в месяц, которую нельзя заплатить за образование ребенка. Но, что я вам хочу сказать, начиная с третьего курса, наши студенты, они все начинают немножко подрабатывать. Нам, как преподавателям, это, конечно, с одной стороны, не очень нравится, потому что тут появляется соблазн что-то там пропустить и так далее. Более того, многие… Спият на уроках, наверное. Ну, это больше к магистрам относится. Но что я хочу сказать. Начиная с третьего курса у нас в университете, не только в нашем институте, есть программа повышенных стипендий президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации. Если ребенок проявляет отличную, учится на отлично, или если студент активно занимается общественной работой или спортом, если он показывает достижения в научной работе, при условии, что у него нет троек, он может получать повышенную стипендию, которая достигает от, по-моему, 7, 9 и 11 тысяч в зависимости от курса. Это, грубо говоря, он имеет возможность как бы… Оплачивать сам. Ну, да. Плюс ко всему, вы же прекрасно знаете, да, что в нашем университете, как ни в каком другом университете Казани или других городов, студенты, которые поступают на первый курс, во-первых, они все обеспечиваются комфортабельным общежитием, все, вне зависимости, они на бюджетной основе поступили или на контрактной основе. А стоимость оплаты общежития, она мизерная, она ничтожная. Это не сравнить с тем, что… как если бы ребята снимали какую-то комнату и так далее. Не говоря уже о столичных вузах… Ну, это мы даже как бы и не обсуждаем. А сейчас еще секундочку. А это очень важно, потому что у нас учится очень много приезжих ребят. Светлана Юрьевна, вот вы сказали про стипендиатов. Много их таких? Много. Много. Сколько? Вот у нас в университете больше половины. То есть это очень распространенная стипендия. Что значит больше половины? Вот те 20 человек… Те, которые учатся на «отлично» и «хорошо», у кого нет «троек», то есть это стипендия не так, что это одна стипендия на курс. Это много стипендий таких. То есть, условно говоря, из тех, кто учится на «без троек», из них половина получает стипендия? Имеют возможность получать, если они покажут, что они общественной работой занимают. То есть это они приносят подтверждение в виде грамот. Ну и потом мы же все равно их знаем, всех ребят. А вот вы сказали, что где-то с третьего курса у вас ребят начинают активно работать. Не так сказала, сказала подрабатывать. Подрабатывать. Если активно работать, это большая разница, потому что те, кто сильно этим увлекается, мы задаем вопрос, что если вы уже можете работать и нашли хорошую, достойную работу и пропускаете занятия, то тогда вам, наверное, уже дальше не надо учиться. Вы не так нашли работу. Я к чему спрашиваю? Эта работа связана с экологией пользователями, с теми вещами, которыми преподаются, или это Макдональдс? Хороший вопрос. То есть, как правило, начинают с Макдональдса. Ну что уж греха таить, это не только в нашем институте, но на старших курсах, особенно после того, как они проходят после третьего курса производственную практику, они очень многие начинают подрабатывать в различных организациях и фирмах, которые, например, занимаются разработкой документации и так далее. И вообще нужно сказать, что вот эта производственная практика, она очень полезна с точки зрения дальнейшего трудоустройства, потому что работодатели смотрят на ребят, и если они им подходят, они прямо с удовольствием их потом забирают в свои организации. А как практика эта формируется? К вам работодатели приходят и говорят, там, Светлана Юрьевна, нам нужны будущие специалисты, мы хотим, чтобы к нам пришли, и студенты у нас прошли какое-то практическое занятие. Так или... Вы знаете, по-разному. Разнарядка какая-то приходит и... Нет, такого понятия, как разнарядка, нет, так же, как нет понятия разнарядки. Вот мы когда учились, у нас были разнарядки по распределению. Хорошо или это было плохо, это опять-таки по-разному. Те, кто не хотел уезжать из Казани, это была печаль. Те, кто хотел найти где-то работу, у них не болела голова, потому что они могли взять это направление и поехать. Сейчас, конечно, такого нет. Но у нас, у всех преподавателей есть пул коллег, пул работодателей, куда мы направляем на практику. Причем это чаще всего зависит от того, у какого преподавателя выполняет студент исследовательскую работу. То есть, если вот, например, человек занимается пул обостровом, он, конечно, порекомендует студенту пойти, например, в какую-то там инфу, или в какую-то организацию, и практиковаться там, идеально, в интернете, и так далее. А, так сказать, у преподавателей устойчивость, в свою организацию. Да, и то есть мы предлагаем, если ребенок хочет пойти куда-то в другое место, то есть он говорит, что я вот хочу поехать в свой город, там есть фирма, в которую я хочу потом устроиться. Мы говорим без вопросов, мы пишем направление в эту фирму, фирма отвечает там или организация, что да, мы берем, и ребенок едет туда на практику. Вот такой вопрос, вот как раз про этого ребенка, который из другого города, и другая фирма. Целевики, сколько их, много в этой структуре? У нас, вы говорите про целевой прием, да, то есть у нас это количество, максимально возможное целевой прием, это 5%. То есть на экологию мы можем принять, по-моему, двух или трех человек. Не всегда эти места заполняются полностью. Иногда у нас, ну, как сказать, не всегда, может быть неправильно, это я, может быть, нехорошо для себя сейчас сказала, то есть у нас бывает, когда у нас остаются целевые места, но чаще всего у нас на эти целевые места бывает тоже конкурс. То есть целевые места, это, ну, грубо говоря, выстраивается также по баллам, что вот есть предложение, что будут оплачивать такие-то вот организации и фирмы, но это рассматривается тоже как конкурс. Вот вы сказали о связях ваших преподавателей с фирмами по вот этому своеобразному государственно-частному партнерству в распределении выпускников и учащихся. Это не только фирмы, это и предприятия различные, да, конечно, и организации, и министерства. Наверное, тут есть какие-то ходы работы, выполняемые самим институтом. Есть такое? Да, вы совершенно правы. Конечно, большей частью институт выполняет работы по государственным программам. Это работы, которые выигрываются, это работа выполняется по грантам, которые выигрываются на конкурсной основе. Много таких грантов? Много. Объемы? Много. В этом году объем наших грантовских исследований 180 миллионов рублей. Вот в этом году. Такой же объем был примерно в прошлом году, но нужно сказать, что на будущий год у нас будет меньше, потому что три года мы выполняем огромный грант, огромную работу по федеральной целевой программе с общим объемом финансирования порядка 400 миллионов. Причем платит часть государства, часть платит заинтересованная организация, для которой мы делаем разработку, и некоторое софинансирование оказывает университет. То есть вот в этом году мы завершаем эту работу. Объем финансирования будет исчисляться порядка 50-80 миллионами. Но с учетом того, что в нашем составе 74 человека сотрудников, это преподаватели и научные сотрудники, это весомая цифра. Что касается конкретно хоздоговорных работ с предприятиями, объем, конечно, не столь впечатляющий, как я назвала. Потому что вы знаете, что многие предприятия не отправились от, ну не то чтобы кризиса, да, а все-таки работы в области экологии, работы в области почвоведения, они имеют как бы больше такой социальный характер. И это на самом деле и во всех странах, не только в России, мы много беседуем и знаем коллег зарубежными, такие работы, они все в основном оплачиваются государством. То есть для каких-то организаций мы ведем разработки, и они нам оплачивают какие-то конкретные задачи. Например, мы ведем по разработке, по внедрению, у нас сейчас много таких хоздоговорных работ в области агроэкологии, в области сельского хозяйства. То есть в частности ведем работы по внедрению системы точного земледелия. Это такой симбиоз, это такой консорциум знаний по цифровизации и агрохимии. Это очень интересный момент. Мы ведем работы по разработке атласов отдельных агрохозяйств. Мы ведем сейчас переговоры по новому проекту по внедрению органического земледелия, органических продуктов, органического сельского хозяйства. Вот сейчас это наиболее области, которые в основном употребляют наши компетенции. То есть как таковых экологических проектов сейчас чуть меньше, потому что они тоже все уходят либо в документацию, либо в технологии и так далее. Я предлагаю продолжить наш разговор, связанный с направлениями в вашем институте. Да, конечно. Мы реализуем еще три направления, и на каждом этом направлении у нас по 20 бюджетных мест. Это землеустройства и кадастры. Мы готовим специалисты, знающие, как организовать землепользование. То есть после окончания много ребят идут работать с кадастровыми инженерами, идут работать в РКЦ «Земля», в кадастровую палату и так далее. Еще одно направление – это почвоведение. Тоже 20 бюджетных мест. Здесь ребят учат тому, что такое почва, как ее грамотно обрабатывать, что с ней можно сделать, как ее можно восстановить после того, как кто-то с ней небрежно обошелся. На самом деле, мне хотелось бы сказать, что не нужно отождествлять почвоведение с чем-то архаичным. Это совершенно новая современная наука, использующая методы молекулярной биологии, использующие современнейшие приборы, которые у нас есть в институте, для анализа биогенных элементов, для анализа загрязнения, для анализа антибиотиков, пестицидов и так далее. Когда вы сказали про почвоведение и чем я занимаюсь, у меня первая была реакция – а чем же отличается от агрономов? Сейчас вы немножко не открываете. Да, то есть агрономы или агрохимия – это специалисты, которые знают и рассчитывают, сколько нужно внести удобрений, в какое время надо внести удобрения и так далее. Когда посадить. Когда посадить. Почвоведение – это немножко, с одной стороны, более фундаментально, да, то есть какие микробы живут в почве, да, или как построена почва вот данного типа и так далее. Необязательно, чтобы на почве этой был урожай, поэтому это разделение. Ну, да, 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 хотя вот этот большущий проект, который мы реализуем, он как раз связан тоже с почвами, с сельским хозяйством, то есть мы в рамках этого проекта, ну, может быть, об этом надо было чуть позже говорить, мы разработали технологию, как переработать органические сельскохозяйственные отходы, ну, грубо говоря, птичий помет, который у нас в огромном. Это мы, да, 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 это мы, и после этого пероуголь вносится на поля, у нас большие сейчас полевые эксперименты, и дальше мы смотрим, как изменяется урожай, повышается ли ячмень, пшеница, сахарная свекла, и тут вот уж от урожая никуда. Вот вы говорите, подождите, когда вы говорите о фундаментальности почвоведения и той специальности, которую получают студенты у вас на этом направлении, а где они потом востребованы, куда их берут, потому что понятно, куда берут, идет агроном, он идет в АПК, определенный... Значит, наши почвоведы также в точности могут идти в АПК, потому что знания по агрохимии и по растениеводству, и по земледелию, эти курсы у них тоже есть. У нас огромное количество и в Казани, и в Республике, и в России также, лабораторий, которые занимаются анализом почвы. У нас огромное количество организаций, которые сейчас начали заниматься картированием почв, да, причем если раньше эти карты составлялись, да, как это на бумаге, то сейчас это геоинформационные системы, и вот как сделать геоинформационную систему полей, этому тоже учат на почвоведении. То есть, представляете, это компьютерная карта, да, которая состоит в какое-то хозяйство. У этого хозяйства есть там 2000 полей, да, которые возделываются по севообороту. И вот эта карта имеет много слоев, когда можно к какому-то полю подвести мышку и посмотреть по слоям. Какая культура высевалась в этом году, в прошлом году, в позапрошлом, которая планируется на два года вперед. То есть сколько углерода здесь, сколько калия, сколько... Это 3D-моделирование, да, получается? Нет, это не 3D-моделирование. 3D-моделирование, это мы должны объемную фигуру получить. А здесь это просто послойная карта, каждый из слоев, который можно посмотреть, ну, на компьютере. И нужно это для того, чтобы, во-первых, эта информация... Если мы, например, такими картами покроем всю республику, то эта информация может быть интересна фермерским хозяйствам. Они не могут, у них нет денег заказать вот на себя такую карту. Но они могут заплатить деньги для того, чтобы взять информацию какую-то, да, из этой карты по своим участкам. А это хорошо для принятия управленческих решений, для того, чтобы вот, ну, хотя бы, да, вот, вот это вот в грузбухах так не копаться и не кричать там, маня, вот, а мы там какую рожь сели или еще что-то там в прошлом году. То есть это вот, это вот, это то, что называется цифровизация в сельском хозяйстве. А вы поляну не переходите по своим сельскохозяйственным направлениям? Не секрет же у нас, что в столице и вообще в республике сельскохозяйственное образование, оно достаточно сильное. И вот нет ли здесь конфликта? И чем вы лучше? Вы знаете как? Мы хорошо... Во-первых, мы хорошо знакомы с тем, чем занимается аграрный университет, ветеринарный университет. Мы сотрудничаем с ними, мы хорошо знакомы с их работами. Более того, мы хорошо сотрудничаем с академическими институтами. Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Нива Татарстана, который сейчас вошел в Федеральный исследовательский центр РАН. С Институтом агрохимии и почвоведения, который тоже сейчас вошел в ФИЦРАН. У нас есть совместные работы. Все-таки аграрный институт специализируется больше... У них очень сильная машина... Я сейчас боюсь переврать. Факультет механизации, где они знают, как конструировать сельскохозяйственную технику, как эксплуатировать. Они больше все-таки... Это как бы ведь отраслевые институты. То есть у них заточенность на урожай, на... Ну, да, да. ...посеять, собрать, беречь. Да, то есть мы должны на самом деле, если мы хотим... То есть сейчас ведь и политика всей страны, вот то же самое, образование Федерального исследовательского центра. Идет на то, чтобы нам не надо конкурировать, нам надо дополнять друг друга и входить в большие, крупные проекты. Вот, да, то есть у каждого есть. То есть мы прекрасно работаем с биологическими препаратами. У нас прекрасные методы анализа и микробного полупочвы, и растений, и геномные исследования, и протеомные исследования. То есть мы вот можем это. И с их опытом в области полевых испытаний, да, то есть вот этих вот посевов, делянок, это могли бы быть очень интересные проекты. Конкуренции нет, есть симбиоз. Ну, есть, конечно, некоторая конкуренция. Мы приглашали, Ильшат Равкатович приглашал месяца три или четыре назад. Как раз к нам приходил министр сельского хозяйства Марат Годыч Ахметов со своими всеми заместителями и с ректорами, и ветеринарного, и аграрного, и так далее. Мы водили по нашей лабораторной базе. Мне очень приятно сказать, говорить о том, что они ходили, и вот есть выражение цоколья языками, да. О, вот у вас такой прибор есть, у вас и такой прибор есть, да. Ой, у вас и такая лаборатория есть. То есть мы должны друг друга дополнять. Следующее направление. Метеорология. Гидрометеорология. Это очень нужное и важное направление, потому что, значит, мы готовим метеорологов для аэропортов, для управления гидрометслужбы различных регионов, для аграриев, для нефтяников, да. То есть во все организации, которые зависят от того, какой будет дуть ветер, какая будет температура, какое будет лето, засушливое или не засушливое, и так далее. И как меняется климат, потому что мы знаем, полградуса поднялось, почвы процессы пошли по-другому. Есть некоторая проблема, и я должна об этом сказать, потому что вы же анонсировали, как цена и ценность наших... Про цену можно сказать, что теперь ценность. Вот я о чем хотела сказать, что привлекательность того или иного направления определяется двумя как бы составляющими. Первое – это то, что нужно в принципе для страны, и второе – то, что просит бизнес. Вот, к сожалению, на некоторые направления у нас зарплаты выпускников, которые приходят, они не очень высокие. И это не наша проблема. Мы готовим хорошие кадры, но в стране такая политика, что вот метеоролог в УГСМ там получает 20 тысяч. И это я немножечко даже, наверное, приукрасила. У нас постоянно идут запросы, дайте нам, пришлите нам специалиста, магистранта, а лучше бы кандидата на УК, потому что нам надо отдел возглавлять, или специалистов в такой УГСМ. У нас постоянно на север в Ханты-Мансийский округ запрашивают. УГСМ что такое? Управление гидроэнтерологической службы там по Марийской республике, по еще что-то такое. Но там не очень большие зарплаты, и поэтому у них как бы... Ну вот мы производим ребят, да, они хорошие, а их на местах не могут удержать. А куда они уходят? Или вы не отслеживаете? Ну, уже так далеко мы, наверное, не отслеживаем, но я что хочу сказать. Ребята, получив... Ведь вот когда они учатся на гидрометеорологии, у них хорошие базовые знания и по физике, и по математике, да, моделирование климата, да, или составление прогноза. И потом они могут найти себя вот при таком базовом, фундаментальном... Я сейчас даже круче скажу, университетском образовании, они могут пойти, ну, маленькую там квалификацию и пойти работать дальше, куда-то. То есть на самом деле мы проводили такой анализ, у нас больше 70% ребят работают по специальности. Поверьте, это много, да, потому что... Ну, потому что я не буду говорить, ну, нечестно. Это хорошая цифра. Это очень хорошая цифра. Это очень хорошая цифра, и видно, что в отличие от некоторых других вузов, когда там чуть ли не половина курса работает потом в том же Макдональдсе и... Ну, да, или каким-то там промоутером, или... Да, или бегают. Скажите, вот вы интересно... Ну, это понятно, да, есть то, что интересно бизнесу, это, как правило, хорошие зарплаты, хорошее будущее, оправданность инвестиций в себя, достаточно быстрая, имеется в виду. Есть... Ну, это тогда вам... Ну, ладно, без комментариев. Вот, смотри, у нас есть направление, где, условно говоря, вы знаете, что вот встает вам очередь работодателей, которые готовы платить хорошие деньги, вашим выпускникам. Вот из того же спектра направления, где есть... Можно задам вопрос? Контр-вопрос вам задам. Назовите мне направление... Я буду вам оппонировать сейчас, если вы даже назовете. Где за выпускниками, ну, я назову, наверное, айтишники... Химфак, айтишники. Химфак тоже не стоят в очередь. Это не включайте, они пойдут на то же самое предприятие и будут там получать те же самые 15-20 тысяч. Это как у нас... Метроинститута химии. Да-да-да, я сейчас вам тоже скажу, что у нас по 50 тысяч, по 60 тысяч будут получать. На самом деле, наверное, сейчас, как пирожки, отрывают айтишников. И я не знаю, как вы потом перемонтируете, но вот то, что я сейчас скажу дальше, это было бы хорошо включить. Наши выпускники, особенно экология, природа, пользования, получают огромное количество компетенций в области айти-технологий. Потому что одна из кафедр нашего института, которая называется моделирование экосистем, вся укомплектована специалистами с математическим образованием. Это коллеги, которые пришли к нам первоначально где-то около 20-25 лет назад с ВМК, с Мехмата. Сейчас они вырастили уже и свою молодежь, и они также с удовольствием привлекают выпускников математиков для преподавания. То есть наши ребята работают в фирмах, которые вовсю развивают айти-технологии, но их преимущество в том, что они не только умеют программировать, не только умеют создавать себя, они понимают суть того, физический, технический, биологический смысл, суть того, что они делают. У нас, дай бог памяти, я чуть позже, наверное, вспомню, как называется фирма, в которой одним из руководителей работает наш выпускник. Гаязов, фирма, которая занимается дешифрированием спутниковых снимков, созданием различных программ, где работает очень много наших выпускников. И это в данном случае для нас большая проблема, потому что ребята, особенно магистранты, особенно специализирующиеся в областях геоинформационных систем и так далее, начинают работать и понимают, что вот они еще учатся, а уже начинают зарабатывать и 50, и 60, и 70 тысяч, и очень трудно их заставить закончить магистратуру, потому что они все в работе, им это нравится, а в работе, потому что мы им даем такие компетенции. И вот здесь это точно бесспорно, IT-знание и знание предмета того, что они делают. Очень неплохо устраиваются, конечно, специалисты по кадастрам, потому что сейчас есть потребность в кадастровых инженерах. Более того, два или три года назад вышел федеральный закон, в котором говорится, что кадастровыми инженерами могут работать только те люди, которые имеют определенную базовую специальность. Вот наша экология и землеустройство и кадастры включены в эти базовые специальности, с дипломом которых ты можешь стать этим кадастровым инженером. Кадастровых инженеров определяет саморегулируемая организация. Я, насколько знаю, слышал, что есть... Там нужно сдавать экзамен. Да, там происходит еще свой экзамен, и ваши выпускники, они все его проходят. Да, те, кто идут туда, да. То есть получается, что вот эта сравнительно молодая область, которая буквально пару-другую лет назад возникла, это кадастровый... Нет, тут побольше, конечно. Нет, но если имеется в виду сегодняшнее, современное понимание, потому что, насколько я знаю, это лет, наверное, ну, 5 максимум назад, вот более-менее порядок в этом вопросе. Да, это самая молодая среди наших специальностей, которые мы открывали. Именно вот связано с тем, что пришли другие нормативы по землепользованию, землеустройству, и понадобились люди, которые знают и документацию, и правовые основы этой деятельности, и умеют, еще имеют и технические навыки. То есть, закономерно, отрасль новая, подсюда кадровый голод. Ну, да. У меня есть какой-то еще вопрос, связанный со студенческой жизнью в вашем институте, это международные стажировки, возможность изучить опыт зарубежный, навыки приобрести с выездом туда, и посмотреть мир, потому что студенческая жизнь, это период, это не только зубрежка, не только учеба, это еще возможность, когда человеку раскрывается много дверей, в том числе возможность посмотреть мир, если такая возможность вы даете. Да. Куда едут? Да, 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 вы совершенно правы. Я единственное, что хотела бы сказать, да, и пожелать это будущим абитуриентам, если вдруг смотрят наши студенты, всегда помнить, что под лежачий камень вода не течет. Поэтому, если ты хочешь что-то сделать в университете в целом, и у нас, конечно, такие возможности есть. Я просто приведу примеры того, какими программами пользуются наши студенты, куда они ездят наиболее часто. Значит, у нас, вы знаете, есть прекрасная партнерская программа, которую мы отметили в этом году 30 лет с университетом города Гисена, Германия. Эта программа предусматривает наличие нескольких семестровых и несколько стипендий, куда может поехать студент с немецким языком на семестр, или несколько стипендий на месяц, где может студент поехать со знанием английского языка, стажироваться в Гисенский университет, в лаборатории, в библиотеке и так далее. Это конкурсная программа. Собственно, любая программа конкурсная. То есть человек подает заявку, обосновывает, почему он туда хочет, что он будет делать. Если это семестр, какие он дисциплины хочет там прослушать, и почему надо этими дисциплинами дополнить курс, который он слушает в Казанском университете. Дальше приезжает из ГИСена комиссия, происходит личное собеседование, которое определяет, во-первых, знание языка, во-вторых, заинтересованность, а это очень важно, мотивация. Наши студенты практически каждый год ездят либо на месяц, либо на семестр, потому что у нас есть ребятишки, которые говорят на немецком языке, но не на немецком, но тогда месяц, английский язык. И вообще я хочу сказать, что чем больше вы будете учить английский язык, в первую очередь, тем больше вы продвинетесь в своей карьере. Либо вы научный сотрудник, и сейчас все публикации на английском языке, или если вы хотите куда-то поехать, вас в любом университете с английским примут. У нас есть опыт, когда наши студенты стажировались в университете Хельсинки. Там очень сильное направление по науко-окружающей среде и в лабораториях у нас там два или три студента стажировалось какое-то время. У нас студенты ездят на стажировку в Японию, в университет ГИФУ, причем они могут просто поехать на стажировку, они могут поехать туда, в аспирантуру совместную с нашим преподавателем и японским. Последнее время Казанский университет очень активно развивает сотрудничество с университетом Конозавы, и наши студенты также являются членами команды, которая туда ездила на стажировку, еще поедет. То есть это наиболее активно действующее, а на самом деле мы всегда поддержим студента, если он нашел какую-то возможность, через какой-то грант добыл денежки, мы обязательно составим ему индивидуальный план, чтобы он мог получиться там вернуться здесь. Мы ему или перезачтем, или дадим возможность доздать какие-то экзамены. Пожалуйста, это все в ваших руках. Светлана Юрьевна, вот скажите, пожалуйста, а вот с Гринписом, то с российским, что с зарубежным, есть какое-то взаимодействие? Вы знаете как, я от своих сотрудников, у меня нет, от своих сотрудников я не слышала о взаимодействии с Гринписом, но у нас очень хорошие взаимоотношения с ВВФ, этот Всемирный фонд дикой природы. Наши сотрудники являются экспертами этого фонда. Этот фонд периодически заказывает исследования либо на территории России, либо это какие-то обзоры. То есть у нас, по-моему, 4 человека, эксперты этого фонда дикой природы. Что касается Гринписа, то у меня просто нет такой информации. Вы сказали, что в самом начале о том, что ваш институт и тема экологии это достаточно молодой, самый молодой, и два или не самые молодые. А между тем, я так понимаю, правильно понимаю, что ботанический сад, который в университете чуть ли не при его создании был создан, находится в вашем ведении? Нет, ботанический сад находится в ведении Института фундаментальной медицины и биологии. Но мы, исходя из тех направлений, которые сейчас сосредоточены в нашем институте, а я подчеркиваю, это те направления, компетенции которых позволяют анализировать, исправлять, улучшать окружающую среду, делать какие-то прогнозы, там форсайты и так далее. У нас есть две даты, про которые мы хорошо помним. Во-первых, это метеорологическое образование. Вы знаете, во дворе главного здания есть метеостанция. Вот эта метеостанция была образована в 1850 или 12-м, боюсь, переврать, году. Рядом находился колодец, который вырыл на углу старого здания библиотеки, который вырыл Лобачев. Ну, понятно, что он не сам, где он проводил измерения, испытания и так далее. Мы эту станцию бережно сохраняем, и она до сих пор действующая. Конечно, внутри вот этих домиков, по лестнике, в которой каждые 4 часа поднимаются сотрудники метеостанции, там проходят практику наши студенты, то есть они как дежуранты там работают. Там, конечно, внутри уже приборы новые, но антураж достаточно старый. И почвоведение начиналось с кафедры сельского домоводства. Не держу просто в голове, но это тоже какой-то 1800 какой-то год. И дальше это вот все развивалось. То есть, как сказать, ну, экология — это такая наука, которая базируется, конечно же, на знаниях биологии, химии, физики, геологии. Экология — это наука, которая о взаимоотношениях между различными объектами, живыми и неживыми объектами и так далее. Но научные знания, образовательные, они, конечно, идут из... — Глубины веков. — Да, да, да. — А теперь, скажите нам, Светлана Юрьевна, о тех направлениях, которые, ну, вы считаете, самыми интересными у вас там, которые практически смысл, грантовые вещи происходят. И что они дают обществу, экономике, над чем занимается институт? — Институт. — Ну, вот... — Вы о перолезных муглях рассказали, я хочу подробности узнать. — Да, вот я немножко, наверное, поскольку это такая наиболее актуальная сейчас тема, в нашем институте сейчас большую область исследования, скажем так, два направления взаимосвязанных, которые сейчас развиваются, и в рамках которых можно, ну, как бы продемонстрировать все научные... уложить все научные исследования института. Это сельское хозяйство, и сейчас я объясню, почему. И это математические методы геоинформационной системы, ну, или вот так же, как мне не нравилось слово наночастицы и так далее, цифровизация, да, то, что сделано. Я прям немножко откликнусь, хочу сказать, что в свое время очень много говорили о междисциплинарности исследований, и все нас призывали к междисциплинарности. Я в свое время говорила о том, что нас не надо призывать, мы изначально междисциплинарны. Когда создавался институт, были приглашены и химики, и физики, и биологи, и математики и так далее, потому что только методами этих наук можно решать проблемы, связанные и с сельским хозяйством, и с окружающей средой, и с воздухом, и с почвой, и с водой. Поэтому у нас есть несколько очень интересных проектов, которые направлены, ну, основным потребителем, которых являются сельскохозяйственные предприятия, Министерство сельского хозяйства. Это проект, связанный с переработкой удобрений. Почему выстрелил этот проект? То есть, конечно, переработкой удобрений, простите, переработкой навозов, пометов и так далее, а также переработкой различных коммунальных органических отходов лаборатории нашего института занимаются давно. Но два года назад был издан приказ о том, что все сельскохозяйственные отходы, в частности, отходы КРС, свиной навоз, птичий помет, они должны быть включены в федеральный классификационный каталог отходов, а это означает, что за накопление этих отходов предприятия должны платить. Президент Татарстана Рустам Миниханов неоднократно на эту тему высказывался, и у него есть достаточно такая интересная позиция. Я думаю, что именно благодаря тому, что, и я с ним, кстати, совершенно согласна, ну, с некоторой оговоркой, я думаю, что именно благодаря такой жесткой позиции нашего президента, вот два года или три года уже прошло создание этого приказа, предприятия до сих пор не штрафуют. Но говорят о том, что и пишут о том, что все-таки с 2020 года это придется делать, поэтому предприятия сейчас все, особенно крупные агрохолдинги, такие как Акбарс Холдинг, Агросила Холдинг, ну, вот наши татарстанские, они ищут технологии, каким образом переработать вот дешево-сердитые. Скажите, а вот ваша технология позволит, я такой очень бытовой вопрос человеческий, вот проезжаешь по окружной трассе М7, да, и проезжаешь мимо этих птицефабрик осиного, стоит страшная зловония, особенно когда ветер идет оттуда, когда поставят ваши установки, если поставят, оно исчезнет? Когда и если, прекрасные слова, он исчезнет. Этот запах не будет, запах не будет. Так очень дорого. А вопрос в то упирается? Это стоимость какая-то высокая у этой технологии, или вообще она еще не доработана до конца? Вот посмотрите, пожалуйста, если мы будем говорить по переработке отходов, в настоящее время существует, напрасно вы мне задали этот вопрос, сейчас у нас время все пробежит, значит, существует два подхода к утилизации таких отходов. Первое – это биологические методы, и мы очень долго занимались разработкой этих методов, и сейчас занимаемся. Это либо анаэробное сбраживание, либо компостирование, и в том и в другом случае получается удобрение нетрадиционное, и в случае сбраживания биогаз и так далее. Но эти процессы очень длинные, они достаточно бережно относятся к окружающей среде, не сильно ее мучают, но они требуют больших площадей, они долгие, требуют оборудования, и предприятия практически их не рассматривают. Второй подход – это термическая обработка отходов. И тут есть тоже два направления. Первое – это просто сушка отходов, и есть такие установки и за рубежом, и у нас в России по сушке отходов. И второе направление – это пиролис отходов, это высокотемпературная обработка в отсутствии кислорода. Тогда, когда происходит сжигание, мы занимаемся вторым направлением. У нас сейчас идет проект, мы его заканчиваем, и мы показали, что то, что получается в результате пиролиза, может быть использовано как удобрение. Но, к сожалению, вот самих установок по производству пиролиза, их на настоящий момент практически нет. Вы скажете, как же так? У меня же зарубежные аналоги, насколько я знаю. Понимаете как? Они все, эти установки, направлены на так называемый быстрый пиролиз, фаст пиролиз. Это пиролиз, когда оператора волнует, какой будет отходящий газ. Потому что суть пиролиза заключается не только в том, что... То есть вот фаст пиролиз – это не столько в том, что останется от этих отходов, а чтобы получить вот этот газ, сконденсировать и получить топливо. А нас волнует, что мы должны получить не только топливо, но еще и это удобрение. А удобрение получается при конкретных определенных температурах. Вот сейчас у нас идет этап, когда мы отрабатываем. Как получить удобрение, мы уже знаем. А теперь как бы нам и удобрение получить, и вот это топливо, чтобы оно было достаточно калорийным. Вот когда мы это поймем, мы тогда четко сможем сконструировать. То есть просто на... Пироуголь – это биочар. Это не вопрос. Плюс ко всему есть еще такой момент. Практически все пиролизные установки работают на загрузку-выгрузку. То есть там партия загружается, прошел пиролиз, остыло, выгрузилось. Следующее. Они малопроходимые. Вот сушка, она идет непрерывным потоком. То есть там, грубо говоря, идет вот этот помет подсушенный, который проходит быстро очень. Ну, безустановочная производство получится. Мы сейчас проектируем установку, которая на пиролизе будет работать безустановочно. Но на это тоже нужно время, деньги на саму конструкцию. Это очень сложно уже. Ну, минимум лет пять я так прогнозирую. Даже больше. Я думаю, что как только мы найдем деньги, нам года хватит. Потому что мы знаем, как это сделать. Нам надо только это все попробовать. Как надо еще построить, зарегистрировать, залицензировать, сдать это. Ну, хорошо, пять лет. Пять-пять-пять. То есть, вы назвали два способа утилизации биологических отходов. Питчевый помет. То есть это аэробные иловые поля какие-то, пиролиз. Вы, наверное, назвали еще третьего, который сейчас используется. Потому что сказали, что аэробные поля дорого, не используются. Вы, идея ваша пока еще, до конца не доработаны, тоже дорого. Как сейчас. Просто выкапывают почву, сгружают, засыпают. То есть это, по сути, варварские прикадры есть. Ну, по сути, они или хранятся в буртах, то есть на самом деле разрешено, вернее, что сейчас делают, выдерживают в течение года на площадке, а затем вывозят на поля. Но вот это выдерживание год на площадке означает, что они за этот год будут платить. То есть они бы и продолжали так делать, да? То есть какой-то биологический процесс идет. А у меня такой вопрос. Вот сейчас птицеводчество, это вообще крылья, животноводство, оно все завешано на антибиотиках. О! Памет — это чистая вода, антибиотик по большому счету. Я вот только хотела сказать, давайте мы поговорим еще о чем-нибудь, кроме как о пирогле. Значит, вот я сейчас еще два биотехнологических проекта расскажу, да, а потом мы, может быть, в ГИСТехнологии немножечко еще поговорим про точное земледелие и так далее, да, чтобы не получилось, что весь институт только куриными какашками занимается. Нет, у нас есть еще более животрепещущие вопросы, тоже такие же есть. Это по, ну, скажем, по замерам, что у нас в городе происходит, и по... Эта тема такая сейчас раскачанная, МСЗ, мусорожигающий завод, и т.д., и т.п. Ну, сейчас мы... Давай закусочку. Да, да, но потом мы в конце о чем-нибудь более приятном поговорим. Знать про антибиотики, да, действительно, вы правы. Многие холдинги используют, и многие частные хозяйства используют антибиотики не только для того, чтобы лечить животных, но и для того, чтобы увеличивать их массу. И несмотря на то, что, в принципе, многие холдинги говорят, что мы не используем антибиотики, а используем вакцинацию, там, молодняка и так далее, все равно в том или ином виде антибиотики используются. И поэтому практически все навозы, практически все пометы, они содержат остаточное количество антибиотиков. Я уж не говорю там про мясо, птицы и так далее. Нас с точки зрения там почвы, вот интересуют вот эти вот пометы, навозы. Но это даже не самое страшное. Самое страшное, то, что в этих пометах и навозах находятся бактерии в больших количествах, которые содержат гены устойчивости к антибиотикам. Потому что антибиотики, они достаточно быстро разлагаются в почве. А вот если вы этими навозами обработали почву, бактерии, которые попали в навозы из кишечника животного, где они приобрели эту устойчивость, могут передать эти гены бактериям почвенным. Поднялась пыль, или вы дернули морковку, плохо помыли, вы съели эти бактерии, уже почвенные, бактерии, которые попали к вам, а вы никогда вот эти антибиотики не принимали, передадут гены устойчивости вашим бактериям, и потом сколько бы вы не лечились антибиотикам конкретным, ничего не получится. Это большая проблема. Но все-таки больше попадает с мясом. С мясом, с... С термической обработкой, там все-таки мясо. Вот если термическую обработку вы сделаете нормальную, там у вас ничего не попадет уже. Потому что антибиотики и бактерии, они при термической обработке погибнут. Вы вот шашлык и стейк... Хорошо прожаривать, да. Вел дан, пожалуйста. Вел дан. Да. А вот вы сказали еще одно направление с каким-то... Да, и у нас есть проект, в котором мы пытаемся проследить эту цепочку и придумать то, как вот эту цепочку-то разрубить, разорвать. Ну вот проект, поддержанный грантом Российского научного фонда. 18 миллионов у него финансирования у этого проекта. Ну, это серьезная проблема. Масштабы страны огромные просто. Конечно. Конечно. Вы сказали, у вас есть еще один проект, связанный с земледелем и... То есть, с точным земледелем. Да. Это тоже очень интересный проект, который как раз вот сочетает в себе компетенции и агрохимии, почвоведения, и навыки в IT-технологиях. Проблема такая, что в настоящее время традиционное земледелие предполагает, что внесение минеральных удобрений или каких-то органических осуществляется на основе агрохимического анализа. Но этот агрохимический анализ делается один на все поле. Да, там, три раза отобрали. А поле может быть, например, там, 260 гектар. И, конечно, это поле будет неоднородным. И вносить одну и ту же дозу минерального удобрения на участке, например, который чуть-чуть с понижением и где много азота, а мы еще дополнительный азот внесли, это неправильно. Это, во-первых, нерациональное использование минеральных удобрений, либо где-то, где это смылось, где этого нет, мы сюда добавили, а эффекта никакого не получилось. Урожай получается неровный, выше-ниже растения, собирать неудобно, созревание разное у него происходит и так далее. Значит, точное земледелие – это подход, в котором происходит картирование поля, когда оно разбивается на маленькие участки по 5 гектар. То есть, если, например, поле в 100 гектар, это будет 20 участков, 200 – это будет, соответственно, 40 участков, в которых двумя способами, либо агрохимическим анализом, либо с помощью космических снимков по цвету растительности, по цвету почвы, через индекс NDVI, определяется содержание питательных элементов, и затем на основании вот этой вот такой вот пестренькой карты создается с помощью ГИС-технологий, геоинформационных технологий, интерполированная картограмма сначала обеспеченности поля, а потом так называемые карты задания для специальных машин, в которые это задание в компьютер этих машин вкладывается. Причем, когда делается анализ этого поля, с помощью GPS отмечаются точки, углы этих квадратиков. И дальше у компьютера навигатор, он идет по полю, я уж примитивно объясняю, как только он переходит какой-то там рубеж, перенастраивается дозирование удобрений, а поскольку это интерполированная картограмма, это уж не так идет, там чик-трак и от вентили, да, там побольше, а идет с помощью компьютерной техники плавное дозирование, и эти минеральные удобрения вносятся точечно, да, то есть здесь больше, здесь меньше и так далее. Ну, получаем умное, умное... Мы получаем умность, да, умное поле, грубо говоря, да. И вот то, наука здесь состоит в том, какие методы математические, статистические применить для того, чтобы сделать вот это сглаживание, интерполяцию, да, как правильно составить эту карту задания, да, то есть вот для этого нужны мозги ученых, ну и, конечно, как прикладной аспект, то есть проанализировать все это, да, вот эту агрохимию и так далее. И вот в этих проектах, ну, собственно, как и в проекте по, там, пиролизу, по пироглю, у нас работает огромное количество студентов. Вот изюминкой нашего института является то, что мы не даем так называемых проходных курсовых или дипломных работ. У нас нет ни одной работы, которая бы повторялась хотя бы с периодичностью в пять лет. То есть мы даем... Ну, это и нам интересно, и ребятам интересно. те задачи, которые востребованы вот сейчас конкретным проектом. И ребята чувствуют ответственность, потому что мы говорим, вы сейчас свой участок испортите, дальше мы общую картину не получим. А если ребята работают хорошо и долго, они даже зарплату иногда получают. Это прекрасно. То есть это... Ну, магистры у нас практически многие работают так. Светлана Юрьевна, вот нас телезрители смотрят, и наверняка у каждого телезрителя есть свои вопросы, связанные с экологией. И я бы вот так на скидку назвал экологию города нашего, допустим, Казани. Что видим? Видим, периодически происходят замеры, публикуются, и вот такая идет зловещая информация. То на перекрестке улиц какое-то содержание формальдегида превысило ПДК там в десятки раз. На другой улице нашли какой-то сероводород и так далее, и тому подобное. Это все публикуется, и люди, собственно говоря, тревожатся. Вот что происходит с нашим городом, с экологией? Вот как бы вы это охарактеризовали, и какой бы совет дали, я даже не знаю, как тут сказать. Вот я тревожусь, я когда читаю эти... Я еще дополню, как вы, вот этот же вопрос, дополню одним пунктом. Как вы относитесь к тому, что повышает ПДК? То есть вот нормы, которые были раньше, сейчас они говорят, что будут повышать и... Ну, снижать, ПДК снижать. Да, да, получается снижать, и, соответственно, то, что раньше было опасным, теперь будет называться неопасным. Значит, давайте будем отвечать так. Во-первых, простите меня, я вас немножко поправлю, не стоит употреблять такое словосочетание, как экология Казани. Лучше говорить, состояние окружающей среды в городе Казани. Ну, да. Да, потому что все-таки экология – это наука, это наука О, и как бы вот не очень... Она такая генерализированная, такая, видишь, экология. Ну, да. Теперь, то, что происходит в городе Замиры, это прекрасно, потому что на это у нас есть служба, которая называется Управление гидрометеорологии, ну, вот, УГМС в городе Казани. У нас есть лаборатории Министерства экологии и природных ресурсов, и у них их работой является делать такие замеры. У нас в Казани есть целый ряд, я не помню сейчас, навскидку, порядка 20 стационарных постов, которые находятся вот где-то на как раз улице Пересечения. Может быть, вы видели такие металлические будки на ногах, да, где-то на Восстании есть, потом есть, по-моему, на Татарстан где-то улицы. Это посты, которые определяют порядка 20 показателей в воздухе, и они регулярно передают на... в сети, в УГМС, в Минприроду, в Минокологию. Ну, то, что мы читаем потом. Вот. А дальше мы, если происходит что-то из рук вон выходящее, это публикуется. Единственное, что я хотела бы, вот я каждый раз разговариваю, когда с журналистами, ведь это тоже не секрет. Для того, чтобы вас прочитали, вам нужно, чтобы это было ярко, броско. Страшно. Да. И что больше люди читают, чем желтее информация, тем больше шансов, что прочитают. Очень часто событиям, которые, в общем, достаточно рядовые, придают такие слова, там, ужасающие или еще что-то такое. То есть, на самом деле, нужно сказать, что в Казани, конечно, есть районы, где, особенно, где большое скопление предприятий, где, наверное, хотелось бы, чтобы воздух был лучше. Ведь не секрет, вы едете за город отдыхать, вы подъезжаете к Казани. Я вот еду, часто езжу со стороны аэропорта, и я знаю, даже уже, в какой момент, да, я прям почувствую, как, как, да, выезжает к Казани. Закрытыми глазами можно понять. Как изменяется воздух. Но, как сказать, на самом деле, служба достаточно хорошо контролирует все предприятия. То есть, существуют плановые, существуют внеплановые проверки. То есть, они дают объективную информацию, ничего не скрывают, никаких-то там... Ну, как правило, нет, потому что контролирующим организациям это скрывать смысла нет. Конечно, мы, ну, и в данном случае я не могу утверждать, потому что я этим не занималась, но я слышала о том, что, конечно, бывает так, там, выходной какой-нибудь там сброс сделают, да, ну, когда вот все люди, там, служба спит, когда? Ну, примерно так, ночью какие-то сбросы бывают, да, да, бывают, но есть контролирующие органы, они, как бы, смотрят за этим. Чем больше, понимаете, здесь палка о двух концах, чем больше, чем более для нас удобным будет город, да, то есть, мы же все пользуемся автомобилями, да, мы же не отказались от них, а мы же понимаем, что автомобильный транспорт является одним из источников этих выбросов. Ну, если мы все так радеем, пересели на велосипед, пожалуйста, как делают там в европейских странах, другое дело, мы хотим сказать, что наш климат не приспособлен для велосипедов, да, наша инфраструктура не очень приспособлена для велосипедов. Лыжи можно использовать, лыжи можно использовать. Лыжи? Наш климат, это шутка. Молчать. Не записывайте это, пожалуйста, хотела рассказать стишок, вы его все знаете, да? Это нельзя, там слово есть плохое. Но я не надо. Хорошо. Потом расскажу. Напомните. Светлана Юрьевна, вот сейчас Казань даже в последнее время столкнулась резким, таким достаточно подъемом экологического сознания, что не может не радовать среди граждан. и сейчас прямо происходит и мы буквально каждый день мы в печати видим за выступлением. У нас появилась такая когорта людей, экологические активисты. Вот. Они протестуют против там то застройки берега Казанки, то вот сейчас вообще очень большое явление получилось. Получилось в последнее время вокруг мусоросжигательного завода планов построить его в Осиновском поселении. Вся эта, конечно, деятельность, она бурная, громкая, постоянно делаются заявления и не всегда они соответствуют реальному положению вещей. Вот я сам покажу, как человек, который близко с темой мусоросжигательного завода работал, вплоть до того, что там ездил в Лицерн на швейцарский на этот мусоросжигательный завод. И мы выйдем, что частенечко подается вот это вот как действительно апокалипсис, то все пропало, вот вы правильно сказали, и это подхватывает СМИ, начинает это умножать. Как вот с этим бороться? Как донести все-таки до людей? Я вот даже и затруднение... Еще добавлю, а вы чувствуете к вам повышение интереса со стороны СМИ, медийных площадок, любых, тех же общественных организаций. Вот мой коллега назвал, что экологическое движение начинает шириться и расти. Такое же движение было в конце Советского Союза возникло. Вот и тоже был такой всплеск экологической активности. И сейчас очень похожая ситуация, тоже всплеск экологической активности активистов. А вот вы чувствуете его за счет интереса к вам? Да чувствую, конечно. Вот вы знаете, вы когда задавали вопрос, используя слово когорта, да? Меня немножко напрягает то, что вот эти экологические активисты, они сделали свою работу профессией. Они сделали эти свои выступления. Появились профессиональные протестанты. Да. Так их называют. Вот ведь мне недавно совсем брали тоже университет интервью и задавал вопрос там про эколога, как вы относитесь к пикетам и так далее. Я говорю, есть разные категории экологов, что ли, да? То есть есть люди, которые социально активны, иногда эта социальная активность, не подпитанная нужными знаниями, становятся вот такими оголтелыми выкриками и так далее. Среди них есть люди действительно грамотные, среди них есть люди, которые читают, которые понимают, но есть люди, задачи которых просто стоять и кричать, где диалог с властью, где диалог с властью, то есть человеку объясняешь, ну вот, 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 мы это объясняем, вот это рассказываем и так далее, то есть все это выслушав, человек продолжает говорить, а где диалог с властью, вот эта ситуация, конечно, печальная, то есть это заряженная торпеда, спорить с ней бесполезно, иногда даже закрадываются сомнения, ну, то есть почему это так, вопросов, да, конечно, много, и мне, как директору, приходится на это отвечать, то есть я вообще сторонник того, чтобы экологи были специалисты, чтобы они знали, вот, как вы говорите, то есть есть какой-то выброс, чтобы они знали, куда посмотреть, да, вот этот выброс, там, 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 5 миллиграмм, да, ой, 5 миллиграмм, в воздухе, а на самом деле эти 5 миллиграмм, они ничего не действуют, да, да, они есть, да, их нашли, да, об этом услышали, то есть вот оцените эту ситуацию, насколько она действительно страшная, может быть, это связано с тем, что у нас недостаточно открытое общество и недостаточно информации для населения, потому что ведь очень много писали о том, что было бы правильно, если бы были открытые базы данных по проектам, которые, там, планируются делать, по вот состоянию окружающей среды, да, то есть какие-то данные, чтобы они тоже выкладывались в интернете, чтобы люди их видели, и для них иногда выложенная какая-то часть не оказалась ужасом, апокалипсисом, вот смотрите, по мусорожигательному заводу есть целая куча процедур, публичное слушание, открытые совершенно, есть, выкладывается в открытый доступ оценка воздействия на окружающую среду, где все подробно прописано, тем не менее, это все продолжается, вот апокалипсис, мы умрем, диоксины, и т.д. и т.п. Это вообще покаливо, смысложигательного завода. Вот я знаете, как отвечаю, во-первых, я хочу сказать о том, что я знаю людей, которые делали эту экологическую экспертизу, и я отвечаю за то, что они специалисты, и что это не первая экспертиза, которую они делали, и я специально с ними разговаривала, задавая вопрос, вот мне часто задают эти вопросы, я когда отвечаю на них, я грешу против истины, то есть вот реально, ты как, они мне сказали, нет, Светлана Юрьевна, то есть все, что мы посчитали, это объективно, это объективно, и это... Не опасно. Ну, это нормально, значит, вот посмотрите, здесь можно, про мусоросжигающий завод, да, можно разбить вопрос на две части, если завод построен грамотно и правильно по проекту, он действительно будет функционировать безопасно, о чем свидетельствует, свидетельствует вы. Две тысячи заводов по всему миру. О том, что коллега вот у меня был в Вене, и говорит, я тоже была в Вене, почему-то, ну, просто очень каждый раз коротко, что там завод прям... Там наш Питерлау вот этот завод знаменитый в стиле Сарвадора-Дали, где кафе наверху. Ну, вот другой вопрос, и, наверное, этот вопрос как раз и возбуждает в основном население, а будет ли он правильно функционировать? То есть вопрос, если... Я, наверное... Да, да. Я, наверное, вас... А вот будут ли вовремя менять фильтры? А вот будут ли... И в этом случае, знаете, я что хочу сказать, да, вот боюсь повториться, потому что говорил уже. Значит, лет 20-25, а может быть 30 лет назад в Куйбышеве, тогда была еще не Самара, а Куйбышев, да, появились прекрасные шоколадные конфеты. И все прям, кто оттуда ездил, они были очень-очень вкусные. Не помню, как назывались. Почему? Потому что купили импортную линию. И это импортная линия. Как только в него... Как этот процент снижался, вот этих какао-бобов, да, она просто останавливалась. То есть, если соблюдена была вся рецептура, линия работала, конфеты получались вкусные. Ведь и сейчас тоже есть автоматика и так далее. И, наверное, она должна как бы останавливать или еще что-то предприятие. Опять-таки, конечно, есть такие сомнения. Вот в соответствии... Ну, я могу ошибиться, но во всяком случае, лет 5-7 назад я читала об этом. Вот в европейском законодательстве, если какое-то предприятие нарушает, приходит инспектор, закрывает предприятие, а потом начинает разбираться. В соответствии с нашим законодательством, если предприятие нарушает, приходит инспектор, выписывает предписание, да, а потом уже через некоторое время, значит, если завод не выполняет предприятия его там закрывают вот этот вот лак период предприятие может плохо себя вести да и еще что-то вот то есть наверное это как раз и вызывает опасения но такие же опасения могут может вызывать любая технология то есть а что будет если да то есть тоже сам арксинтез да тот же самое он сам арксинтез тот же самый еще что такое пороховой завод а еще что то такое а что будет если потому что если мы будем смотреть на полигоны в этом тоже ничего хорошего нет многие же активисты говорят мы против мусорожигающего завода мы за раздельный сбор и вот я думаю про себя зря вы это говорите ну разобрали мы это да вот сделали мы поставили контейнеры и так далее да а еще сейчас весело да вы знаете что многоэтажных домах проходит собрание о том что дайте-ка мы заварим мусоропроводы для чего это делается оказывается для того чтобы люди занимались селективным сбором отходов вот я должна идти с утра да то есть вот у нас есть мусоропровод мне вынести если я собираюсь заниматься этим раздельным сбором мне вынести пакет с бутылками с пластиковыми да или пакет с бумагой легче а остальной мусор не разобранный отправить мусоропровод чем спускаться и нести до какого-то там ящика с утра то есть ребенка в школу 4 пакета и так далее причем через самым тяжелый все равно будет не разобранный мусор то есть это вот я считаю что вот эти заваривания это из серии случай получилось как всегда большая проблема но мы вот эти отходы разобрали а переработчиков настоящий момент нет то есть мы их разобрали а кто будет перерабатывать то есть я знаю и разговариваю со многими предприятиями которые работают да вот в этой системе переработчиков пока не 4 процента перерабатывают это надо делать параллельно сначала мы все выбираем из отходов а остатки для того чтобы не множить полигона мы можем на термическую утилизацию отправлять я недавно разговаривала с нашей выпускницей который как раз защищала диссертацию по вопросам отходов которое вы знаете да было поручение президента съездить посмотреть завод по другому термической обработке отходов туда пока делегация не доехала но моя коллега съездила в польшу там аналогичный завод по автоклавирование отходов эта процедура она энергоемкая которая позволяет потом очень чисто разобрать селективно вот этот общий поток отходов то есть если сейчас из мусора вытащить пластик бумагу это трудно это делается вручную это затратно то там отхода происходит про проходят вот такую термическую обработку и они уже пластик чистенький от вот прям вот вылезает и так далее то есть это удобно и хорошо можно рассматривать и нужный такой вариант но дальше опять встает вопрос переработки просто здесь проблем очень много то есть не надо противопоставлять одно другому надо двигаться параллельно и и все-таки наверно вы номер со мной согласитесь можно все-таки посоветовать активистам и прочим неравнодушным гражданам действительно сосредоточить свои силы на контроле за деятельностью не только там нсз но и других более таких опасных для окружающей среды объектах ну и конечно бы хотелось чтобы их высказывания были не столько тебя не столь категоричное а ну как бы чтобы был диалог не только требования диалога с властью но и чтобы складывался диалог они сами тоже диалог к сожалению время наша программа подходит концу у меня осталось еще несколько интересных вопросов которых я к сожалению не успел задать но разговор был интересный увлекательный вот я надеюсь у нас это продолжится из других форматах сегодня у нас наших гостях была директор института экологии и правопользования кфу сельмановская светлана юрьевна и приходите к нам учиться приходите учиться к фу приходите учиться на институт экологии правопользования там все интересно вы будете много потом зарабатывать это будет хорошая инвестиция ваше будущее спасибо до свидания спасибо спасибо приходите к нам в гости мы вам все покажем все расскажем и может быть вы и в следующих передачах будете с удовольствием приглашать студентов к нам учиться